Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу вам показать свою подборку раскрасок на лето. В основном будут русские издания, как бы доступные для многих. Надеюсь, вам будет интересно. Возможно, кто-то вспомнит о своих забытых, заброшенных раскрасках, а кто-то найдёт для себя что-нибудь новое и вдохновляющее. Начнём мы с журнальных книжек. Сразу скажу, конечно, не выбирала абсолютно все раскраски на летнюю тематику, но подобрала такие самые, может быть, интересные, необычные, незаезженные старалась выбрать, поэтому такой анонс. Значит, журнальные раскраски из арт-коллекции. Я выбрала ночные мотивы. Мне кажется, она как раз хорошо подходит под тематику ночных каких-то прогулок. В Питере вообще белые ночи, вы знаете, ну и на севере, там, в Карелии, в Мурманске, в многих, в принципе, городах, местах, местностях. И, возможно, это не слишком актуально, но, с другой стороны, я, например, когда белые ночи, довольно много гуляю именно поздно вечером или даже прям непосредственно ночью. Поэтому такая раскраска, вот, мне кажется, она кстати очень даже. Далее книга «Странствий». Я её брала в фамилии, но знаю, что они ещё продаются на сайтах по типу My Shop, Sima Land. На Валберес тоже видела эти книжки из этой серии. Ну и, может быть, где-то вы ещё их найдёте. Здесь, мне кажется, даже комментировать особо бессмысленно, потому что очень много иллюстраций с мороженками, с какими-то уютными улочками, видно, что летними пейзажами и местностями в других странах, то есть какие-то достопримечательности, что, собственно, относится, ну, наверное, к лету я отношу такие путешественские раскраски из-за того, что летом, как правило, люди больше путешествуют всё-таки, чем в течение года, так как каникулы у школьников, студентов, и, как бы, из-за этого родители обычно предпочтение, в общем, лету. Ну, по крайней мере, насколько вот я знаю, насколько мой опыт позволяет мне об этом рассуждать. Две раскраски. Я их покупала в Фикс Прайсе. Знаю, что они до сих пор подаются на Лабиринте, на Валберес. Это Фламинго озеро Радости и Хамелеон и Солнечный берег. Здесь тоже видно, что картинки прям летние, позитивные такие, не слишком сложные. Раньше регулярно выходили журналы «Модные раскраски для девочек». Там были похожие иллюстрации, может быть, даже какие-то такие же. Но сейчас, насколько я знаю, таких журналов больше нет, поэтому можно заменить их, например, такими раскрасками. Далее две книжечки, которые вышли сравнительно недавно. У меня были обзоры на них. Это сюжет для акварели. Я взяла «Манящее море», потому что у меня море ассоциируется всё-таки больше с отпуском, с летом. Но тут каждому своём. И раскраска, которая называется «Отдых мечты». Она чисто антистрессовская, то есть стиль на любителя. Но мне кажется, прикольная. Тоже обзор у меня на неё был, поэтому, если вам особенно интересно, можете посмотреть на канале в плейлисте «Обзоры раскрасок». Далее у нас идут мини-книжечки. Насчёт «Я люблю фламинго», я не знаю, кисти на в России или нет. Мне почему-то кажется, что её издавали у нас, но я могу ошибаться. Фламинго, в принципе, мне кажется, животные такие тропические, как бы, ну, летние. Поэтому решила тоже отнести. Книжечки от АСТ. Это «Бабочки улети в мир красок» и «Удивительные цветы». Есть ещё книжки, например, связанные с морем. Там «Подводный мир. Почувствуй себя русалкой», про китов. «Буль-буль гордые киты». Есть «Беспредельный экстрим», который тоже там очень много летних картинок. Но я решила, что, ну, «Бабочки цветы». Это, наверное, прям непосредственно лето. Поэтому покажу их. Ну, тоже имейте в виду, что вот вышеперечислены. Раскраски также можно отнести к этой категории. От «Эксмо». Три раскрасочки. Ну, лето – это понятно. Я её в каждый год показываю. Но сейчас её довольно сложно найти. Не знаю, почему бы её не перевыпустить. Но, может быть, сейчас активно, кстати, «Эксмо» начали перевыпускать вот эту серию легендарную. И, может быть, раскраска лета тоже попадёт в число переизданных. Зачарованный сад. Если не путаю, то он как раз должен появиться ещё в новом оформлении. И есть ещё большая версия, по-моему, «Дивные цветы» или что-то подобное. Там на обложке. Вот такие цветы оранжевые. И «Волшебные цветы». Она очень классная, эта раскраска. Мне безумно нравится. Ещё есть книжка «Цветочная фантазия». Тоже она в таком стиле. Такие рисунки, картинки. Это всё, мне кажется, прям летнее. Ну, вот эта книжка, это, наверное, сейчас мой фаворит из вот этой весенне-летней тематики от «Эксмо». Такая довольно интересная. Также от АСТ в квадратном формате я выбрала эти забавные фламинго. Опять же, потому что фламинго. Они яркие, прикольные, ассоциируются у меня с летом. Хотя здесь есть и зимние картинки, и там вот на тему, например, «Дня космонавтики», допустим. Ну, и так далее. Там хэллоуинская вроде была какая-то. Но остальные спокойное лето. «Джунгли Амазонки». Я думаю, ко всей вот этой тематике джунглей, цветов, можно отнести все раскраски Джоаны. Книги Марии Тролли можно многие отнести. Может быть, какие-то отдельные иллюстрации в Кербера, Занасе. И так далее. Вот. Ну, у меня есть вот такая раскраска. Я решила тоже вам здесь ее показать. Хотя я ее не раскрашиваю. Она такая, как бы, на любителя тоже. У меня здесь вот раскрашена такая красота. И вот такая красота, как зебра, типа. Ну, тут, опять же, дело вкуса. То есть, если вы любите узоры и вам хочется летних каких-то узоров, мне кажется, это прекрасный вариант. И большие раскраски. Опять же, я не доставала Клару Маркову, Марию Тролли. Из Ханны я взяла только одну книжку, потому что она называется «Осом в летнюю ночь». Вот. Но не сказала бы, что здесь прям абсолютно каждая иллюстрация чисто летняя. Мне кажется, с таким же успехом можно в любой раскраске найти какие-то подобные работы с цветами, с, не знаю, может быть, какими-нибудь такими... Я даже не знаю, что здесь такое. Ну, с бабочками, со всякими насекомыми и так далее. Вот. Ну, эта раскраска очень красивая, интересная. Вот. Поэтому тоже можно лишний раз вспомнить. «Blinking Animals». У меня, кстати, она не значит, что до сих пор, хотя я уже много-много лет. Ну, года два-три, я думаю. Здесь прикольно то, что есть коктейльчики. А коктейльчики в жаркий какой-нибудь день – это прям самое то. Смотрите, какая красота. Вот. Но коктейли здесь не только летние. То есть есть и выглядящие там, как, например, кружка какао какого-нибудь, да. То есть можно и осенью, и зимой спокойно. Раскрасить. Ну, вот что-то подобное, например, мне кажется, хорошо подходит. Коралловый риф. Ну, опять же, это к теме путешествий и также тропиков. Ну, и морей и всяких океанов. Здесь в основном животные морские, но мне кажется, тоже будет здорово их пораскрашивать. Потому что, как правило, зимой до этого всего руки не доходят. Я думаю, не только у меня так, но и у многих других. Также какие-нибудь раскраски с островами, с тропиками, джунглями. Всё прекрасно подойдёт. Так что это вам, скорее, просто как такой список тем, которые можно лишний раз вспомнить, относящиеся к лету. И раскраски про путешествия. Я вот достала 100 лучших мест России. Актуально. Нынче. Вот. Ну, красивая, на самом деле, раскраска такая интересная. Она не супер детализированная, вот. Но зато большой простор для творчества. 100 лучших мест планеты. Это уже для любителей виртуальных путешествий. Наверное, так. И золотые страницы. Она у меня акварельная, да и многих тоже. Очень красивая. Здесь уже, конечно, детализация получше, мне кажется. Поприкольнее. Вот. Единственное, что многим не нравятся, например, эти золотые кляксы. Ну, я, в принципе, спокойно к ним отношусь. Они меня не напрягают. Может быть, раньше как-то я и задумалась об этом. Ну, то сейчас абсолютно параллельно. Давайте покажу несколько иностранных раскрасок. Многие из них можно купить на сайте Logobook до сих пор. Вот. Но даже не знаю, где еще сейчас актуально. Может быть, какие-то есть посредники. Потому что я знаю кукол, например, спокойно посредников сейчас заказываю без проблем. Вот. С раскрасками, как обстоят дела, я, честно говоря, не знаю. У меня сейчас нет каких-то глобальных планов по покупкам иностранных книг. Поэтому не могу сказать. Значит, Romantic Country Scents. Это Тереза Кудрич. У нее есть еще и летние раскраски. Там Summer Scents. Что-то еще там подобное. Я думаю, каждый найдет для себя что-то такое интересное. Мне нравится эта книжка. Я ее очень люблю. И там как раз у меня однолетняя картинка раскрашена. Вот эта. Вот. Ну, есть и другие, конечно. Ну, по идее, каждую можно раскрасить, как летнюю. Вот такой пикничок очень интересный. Beautiful Woman. Здесь очень красивые цветочки и прекрасные девушки. Ну, и в зависимости от фона можно подобрать то, что вот здесь, например, да, картинка. Ну, лето прям. Прям лето. Вот это я прошлым летом раскрашивала. Хрупточки всякие. Ну, в общем, красота, мне кажется. Beach Life. Я, на самом деле, очень расстроена качеством этой бумаги, качеством этой книжки. Но здесь довольно интересные картинки. Мне они, по крайней мере, понравились. Я поэтому ее и взяла. Вот. Но она как-то не очень дорого стоила. На логобуке. Сейчас, не знаю. Вроде бы я ее еще видела там. Вот, правда, может быть, подорожала. И книжка, которую я достаточно давно заказывала на Озоне. Это Magical Grease. В общем-то, тоже книжка про путешествия. Но тут конкретно про Грецию. Я в Греции была, поэтому для меня это такая особенная книжка. Все очень интересно, красиво. Да и вообще, мне очень нравится стиль данной раскраски. Она такая непосредственная какая-то. Вот. В этой серии еще есть Франция, Италия, Хорватия, я так понимаю. И последняя категория – это раскраски по номерам. Здесь у меня и иностранные, и российские. На иностранных немножко больше. А может быть, одинаково. Не знаю. Нет, мне кажется, на одну больше. Первая, эта гигантская раскраска, называется «Путешествие». Собственно, вы понимаете, да, почему она здесь. Обзорчик у меня был, но сейчас вам покажу. Вот такие здесь готовые иллюстрации. У меня две работы сделаны. Я думала, что каждый месяц я буду раскрашивать эту книжку. Но как-то так не пошло дальше. Хотя раскраска крутая. И маркерами ее красить здорово. Да и вообще чем угодно. Обязательно нужно вернуться и к этой книжке, и вообще к этой серии. Далее раскраски. Вот «Креатив Хевен». Под данную тему в моей коллекции подходят, как мне кажется, вот эти три. Больше всех «Байзи Сим» для меня лично. Ну, в море, понятно. Вот, у меня есть еще тропическое Рождество, которое не по номерам. Но там много всего летнего. Там острова, пальмочки всякие. Но там все-таки Рождество. И то есть такое, как бы, соусол. Значит, вокруг мира, вокруг света. Собственно, тоже путешествия и всякие красоты. И «Кантри Сенс». У меня здесь довольно много раскрашенных работ. Я вам их вот так быстренько пролистаю, чтобы вы вдохновились. Ну, здесь есть и осенние иллюстрации, и летние. Тут уже нужно смотреть. Я люблю все-таки все подряд раскрашивать. Но иногда нужно все-таки смотреть. Цифровые раскраски. Я, честно говоря, не знаю, до сих пор ли они продаются где-то или нет. Но мне кажется, они крутые. Здесь, правда, тоже не все картинки, конечно, летние. Но достаточно много таких всяких позитивных страничек. У меня больше как-то... Ну, вот, например, поход. Здесь тоже змеи воздушные, шарики. Вот плавают в чем-то самолет. Ну, в общем, мне кажется, 50 на 50, наверное, такие картинки. То есть есть что-то, что, мне кажется, летнее, а есть что-то нейтральное. Вот, но все равно раскраска классная. И я ее покупала тогда, она недорого стоила. У кого-то даже в фикс-прайсе продавалась. Может быть, у вас тоже залежалась эта книжка, и сейчас вы о ней вспомните, и, в общем, придет вдохновение. Из серии волшебных раскрасок, мне кажется, больше всего подходит подводный мир. Так как, собственно, опять же, море. Здесь у меня четыре иллюстрации раскрашены. И еще есть раскраска «Мир вокруг нас». Там она буквально поделена на четыре сезона, и, в общем-то, есть красотлетние картинки. Я, кстати, в этом ролике не показывала вам книжки, например, Риты Берман «Прогулка по временам года», там, Ханны «Времена года», какие-то еще раскраски. У меня, в принципе, их довольно много, которые поделены. Но я думаю, что о них, в принципе, все помнят. И не хотелось их доставать лишний раз, потому что их действительно много, может быть, там, около десяти штук, если не больше. Вот, и последняя раскраска — это «Тропики». Самая летняя раскраска, наверное, вообще в моей коллекции. Вот, посмотрите, какие здесь потрясающие работы. Мне уже прям не терпится ее начать раскрашивать. Прям ручки чешутся. Вот, если у вас нет этой книжки, и вы любите раскраски по номерам, я вам прям безумно советую закупиться. Я, правда, не знаю, где сейчас ее можно взять, потому что я брала в артноре. Не смотрела, честно говоря, как там сейчас с заказами, то есть, вообще. Вот, но, блин, раскраска потрясающая. Картинки суперские. Вот, я надеюсь, она меня не разочарует, когда я начну ее красить. Такой вам обзорчик прям. Ну, выглядит довольно просто, как и такая раскраска, например. И еще есть цветы из этой серии, тоже довольно летние. Ну, это, собственно, было все. Такие раскраски, такая подборочка. Напишите, что я не показала в этом видео. Составим такой список летних раскрасок. Может быть, у вас есть, не знаю, какая-то особенная раскраска, которая у вас ассоциируется с летом по какой-то, например, непонятной причине. У меня это, на самом деле, довольно много книг таких. Допустим, Томислав Томич. Обе части. Потому что я их раскрашивала в 2020 году, когда сдавала ЕГЭ. Соответственно, это все растянулось летом надолго. И вот я раскрашивала летом те две картинки. В каждой раскраске очень-очень много времени не заняли, но у меня вот такая теперь небольшая ассоциация. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.